Министерство здравоохранения России предложило повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9%. Соответствующее предложение ведомство направило в Минфин. Как считает в Минздраве, оптимальная цена бутылки водки объемом пол-литра должна составлять более 300 рублей. И, как рассказал представитель Минздрава, увеличение акцизов является наиболее эффективным методом снижения потребления алкоголя. Неделю назад Роспотребнадзор зафиксировал снижение более чем на треть, на 36% количество больных алкоголизмом, впервые взятых на диспансеризацию. В начале года в том же Роспотребнадзоре подсчитали, что по сравнению с 2009 годом россияне стали пить на треть меньше. В 2017 среднедушевое потребление алкоголя в России составило более 10 литров на человека в год. А 6 лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного. Действительно ли россияне стали меньше пить? Или цифры статистики далеки от реальной ситуации? Гости от студии. Николай Коклюгин, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог. Николай, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Если брать в расчет цифры Минздрава и других серьезных ведомств, получается, клиентов у вас стало гораздо меньше? Меньше абсолютно не стало. Как пили, так и пьют. Просто вопрос, откуда берутся цифры. Цифры берутся из количества, обратившихся впервые, поставленных на учет. Дело в том, что люди не хотят идти на учет в государственную наркологию, потому что, а, они лишаются прав на 5 лет, б, решаются права на огнестрельное оружие, это охранники, ЧОПы и так далее. То есть, люди стараются идти к частному наркологию, прокапаться, лежать вот там за денежку, за хозрасчет. Даже если пойдут в госнаркологию, в больницу, то там они за хозрасчет также попадут, но на учет они не встанут. Соответственно, число не будет расти, люди просто избегают этого наркологического учета, чтобы не попасть в просаг с правами и со своей стигмой. Другой вопрос еще, где люди приобретают алкоголь. И понятно, что у нас есть вопрос еще аптек, где люди покупают известные настойки, различные, боярышники и так далее. И огромный пласт маргинального слоя ушел туда. Давайте мы еще об этом поговорим. Все-таки объясните мне, то есть, вот эти статистики, вот эти цифры, с которыми носятся и Минздрав, и Росстат, и Роспотребнадзор, это что, фикция получается? Это наркологические диспансеры, да, говорят, к нам стали меньше обращаться люди. Действительно, меньше люди обращаются в госнаркологию, чтобы избежать вот этого самого наркологического учета. Хорошо, россияне стали вот цифры Роспотребнадзора. Например, если раньше, в 2017 году, выпивали в среднем 15 литров спиртного, то сейчас 10. Это так, или это просто стали меньше покупать? Меньше покупать в магазинах таких стандартных. То есть, соответственно, люди покупают либо где-то суррогату, бабы Нюру, там где-нибудь в деревне, либо сами ставят аппараты и, соответственно, начинают варить дома, там, угощать друзей различными настойками и так далее. То есть просто алкоголизм из цивильного, скажем так, переходит в нелегальный. Самобытный такой. Самобытный такой. Да, можно так сказать. Хотя частные наркологические клиники заполнены алкоголиками, и все, кто по небюджету идет, хозрасчет, капают, капают и капают. Просто на учет они не попадаются в связи с тем, что не хотят быть в поле зрения государства, лишаться прав своих. Ну и стали больше гнать. Конечно. Потому что суррогаты, и опять-таки мы слышали про эти отравления, и постоянно периодически метиловый спирт. Там где-то в деревнях гонят и пьют всякие разные алкогольные такие суррогаты. Ну и, наверное, все-таки есть еще те, кто делает все-таки приличный алкоголь. Ну, культурно, потребляют, так сказать, дома в домашних устоях. И за счет этого меньше покупают то, что производится. Да, они идут в магазины, да, соответственно. И тоже Роспотребнадзор будет говорить, что стало меньше, стали меньше покупать. Ну, сейчас мы узнаем, действительно ли выросли продажи. У нас на связи директор магазина самогонных аппаратов «Дон Самогон» Иван Казаров. Иван, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Скажите, выросли ли у вас продажи в магазине за последнее время? Вы знаете, достаточно уверенный рост был года три назад. За последний год такого роста я не почувствовал. Могу сказать, что люди просто стабильно покупают себе домой аппараты. И все больше людей становятся независимыми от казенки. Но продажи зависят конкретно от работы определенного магазина. То бишь, в принципе, спрос есть постоянный. Но так, чтобы он прям рос в каждом дне, такого сейчас уже не наблюдается. Ну, три года назад наверняка спрос упал из-за тяжелой экономической ситуации. Все-таки, наверное, самогонный аппарат – это дорогое удовольствие. Наоборот, тяжелая экономическая ситуация способствует росту спроса на самогонный аппарат. Потому что это помогает экономить деньги людям. Я все-таки пытался вас плавно подвести к цене. Вопрос, сколько стоит в среднем самогонный аппарат? В среднем аппараты берут порядка 10-12 тысяч рублей. Но начинается все гораздо ниже. Где-то тысячи с четырех уже можно взять и вполне себе нормально гнать. Ну, хорошо, давайте тогда считаем 6 тысяч рублей плюс сопутствующие необходимые продукты, правильно? Я расскажу 10-12 тысяч, потому что аппараты есть до полумиллиона рублей. Ой, а расскажите про аппарат за 500 тысяч рублей. Что же он такое гонит? Продукт получается один и тот же. Просто большая модульность, больший объем, разное качество комплектующих. Продукт, в принципе, качественный, можно получать даже на самом простом аппарате за 4 тысячи. И по вкусу вы не отличите. Главное соблюдать технологию и не жадничать, и отделять технический спирт от питьевого. Иван, ну еще один вопрос. Расскажите, кто ваши клиенты? Это же наверняка не маргиналы. Совершенно нет. Значит, самогон, в принципе, это напиток народный. Но, несмотря на его доступность, все клиенты нашего магазина, это благополучные люди и товарищи с низкой социальной ответственностью к нам вообще не заходят. В среднем покупатель это мужчина, он женат, ему где-то 35-40 лет. И, в принципе, самодостаточный человек, уже зрелый. Иван, а этому мужчине что? Ему нечем заняться в свободное от работы время? Или его не устраивает качество спиртного, которое продается в магазинах? Вы знаете, все сразу. У нас есть люди, которые вышли на пенсию, есть люди, которые просто хотят иметь свой алкоголь, потому что это престижно, потому что просто в компании круто угостить своих друзей, как свой напиток, свои сигареты, например, свой дом и так далее. То бишь, все свое, оно тянется выше. То бишь, это просто престижно. Кроме того, это еще и дешево. То бишь, есть люди не сильно богатые, которые к нам приходят, и с килограмма сахара у нас получается литр самогона. То бишь, легко посчитать, что литр будет стоить около 50 рублей. Иван, спасибо, не будем делать прям такую серьезную рекламу. Спасибо большое, что дали комментарии. Но вот эти мужчины, которые приходят и за, ну хорошо, не за полмиллиона, даже за 15 тысяч получают самогонные аппараты, это потом тоже ваши клиенты или нет? Ну, зависимость-то формируется тут, если при расположении, то можно в разные факторы. Ну, кто-то из них станет, кто-то будет бытовым алкоголиком, ну, несколько лет, там, 5-6. Потом, в конце концов, все равно это алкоголизм перетекает. Не более, когда не идти в магазин, а просто дома капать себе там в кружечку. Конечно, тут даже больше риск стать алкоголиком, потому что рядом, вот у тебя в соседней комнате находятся аппараты, ты можешь периодически кружечку открывать и там себе капать, соответственно. А что касается вот момента, ну, стабильный уровень по продажам, я думаю, что люди купили уже, и он же каждый год не будет покупать новые аппараты. Они купили, пользуются, и, соответственно, все меньше и меньше людей идут и приобретают. То есть не покупают, потому что уже есть. Да, да, и, соответственно, уровень уже 3 года вспышка была, оно идет, люди стабильно приобретают, и все больше людей вовлекаются вот в это самого на варенье. А другой, так сказать, маргинальный уровень, он сдает бутылки на втором этаже, на первом аптеке приобретает на стоечке, как бы, и вот попадает уже в маргинальный такой уровень. Николай, я, в принципе, главный вопрос вам не задал, информационный повод, за которым мы вас пригласили, это предложение Минздрава, то, чтобы бутылка водки стоила не дешевле 300 рублей. Как вы оцениваете? Мне кажется, за этим стоит алкогольное лобби, и очень даже неплохо, так сказать, пользуясь моментом, предлагает решить вопрос. Но вопрос не решится, это, естественно, мы уже это обсудили, и поэтому я думаю, что это просто бизнес. То есть это бизнес, а к чему приведет, если такое решение будет принято, как последствия? Ну, может быть, это вверх и... Количество отравлений увеличится? Увеличенное количество отравлений, будет больше суррогата приобретаться, да, люди начнут попадать уже с отравлением тем же самым этиловым спиртом, там, стеклоочистителем, там, чем угодно, потому что чекушка будет стоить тоже, соответственно, дороже, если 300 рублей бутылка на чекушку тоже. Ну и, конечно, будут просто осложнения уже больше такие соматические, то есть патология, там, печень, желудок, язвы прободные и так далее, если уже речь идет о суррогате, конечно... Слушай, ну вот эта история, которая зимой была, да, где? Красноярск? Ну, сразу там, да, там, где отравилось очень много людей, метелоспирт погибал. Да, да, когда там в Деньже, да. А эта же история не про нас все-таки, у нас в крае такого не происходит? Ну, в крае, в крае, думаю, у нас более там как-то пока... Ну, хотя мы не видим эту прослойочку, но я думаю, происходит. Все равно это часто, там, кто-то ошибся, кто-то выпил, там, жидкость не ту, там, это происходит, но такого массового у нас не было, да. Дело в том, что Кубань, у нас все же более... У нас и сельское хозяйство хорошо работает, и промышленность, да. Взять, я вот жил в Москве 7 лет, когда работал, да, в Москве. Рязань, Кострома, то есть Средняя Россия, она спилась. У нас есть работа, да, получается? Да, занятость, работа, культура, то есть программы культурно-образовательные, да, школами занимаются, детский закон. То есть очень много факторов, где Кубань, все же она не будет вот в таким, в топе наиболее пьющих регионов. А если взять, вот я сейчас ездил в Псковскую область, Псков, там вообще люди спились, нет ферм, нет сельского хозяйства. Просто алкоголь рекой, подростки на мотоциклах там разбиваются на каждом углу под алкоголем. То есть вот ситуация реальная, вот Псковская область, все, погибший регион, прекрасная природа, отдыхать можно, туризм развит, но людей нет, все спились. Но у нас еще развивается виноделье, я знаю, что некоторые эксперты делают ставку на вино, да, то, что нужно гражданам приучать переходить от крепкого алкоголя на хорошее, недорогое вино. Ну, конечно, культура питья, Кубани тоже, регион винодельческий, действительно, и так же, как и Крым. Поэтому здесь есть смысл людей как бы приучать, ну, сложно уже, когда культура разрушена, заново это, конечно, не возродить. Ну, пропаганда, нет, дело в том, что в школах у нас, сколько там у нас отводится сейчас на физическую подготовку, сколько на военную подготовку, патриотизм, спортивное, да, развитие, вот, да, физического спорта тоже. У нас это все, к сожалению, очень завалено. Здоровый образ жизни, профилактика Минздрав завалил. У нас профилактика вообще не проводится, ни наркомания, ни алкоголизма в школах. То есть толком, каждый во что гораздо, так и проводит эту профилактику. Поэтому Минздраву стоило бы задуматься о том, что нужно пропагандировать трезвый образ жизни, а не белочку, то есть алкоголичку пускать там в рекламу, видели, да, эту рекламу страшно. Это же дурдом вообще, белочка. Вот, то есть, на самом деле, вот, вкладывать деньги, финансы и ресурсы в развитие кадров по потенциалу для профилактики в школах, образовательных учреждениях, и помимо здорового образа жизни, то есть спорта, есть смысл, да, история виноделия, история, да, там, Кубани, там, как-то это закручивать все. Но вместе, вкупе, то есть и вопрос духовности, духовно-нравственного воспитания тоже. Все это военно-патриотическое, духовно-нравственное, спортивное. И трезвость, как норма жизни, вообще это раньше было вообще идеально. То есть трезвенческие общества тоже есть, имеют право на жизнь и на развитие. У нас есть большой опыт дореволюционной России, трезвые, трезвенческие общины, да, то есть взаимодействие там с традиционными религиями. Тогда мы можем говорить об успехах, о снижении. А когда мы говорим о том, что в андеграунд ушли алкоголики, ну, это смешно. И говорить такие цифры, мездрав, просто, ну, можно, так сказать, улыбнуться скептически и продолжать лечить, засущив рукава алкоголиков, которых все больше и больше. Спасибо вам, спасибо огромное, что пришли. Напомню, в студии у нас был кандидат медицинских наук, врач, психиатр, нарколог Николай Коклюгин.